привет всем хорошим людям слава украине живи беларусь друзья если вам скажу что украина мечтает чтобы по ней путин запустил ядерную бомбочку вы наверно удивитесь но сегодня с этой версии вылез к пропагандистам путина лукашенко я вам хочу это все показать потому что он опять наговорил чудеса чудесные вот ладно дальше будет также вам покажу что оказывается операция в курской области это все очень хитрый план спецслужб путина так сейчас говорят на главных телеканалах российской федерации вот но прежде чем мы перейдем к лукашенко я хочу вам для общего развития показать как в пятницу пропаганда беларуси желает хороших выходных всем беларусам все поняли два раза не повторяем всем сидеть и не рыпаться беларусь ваша могила ваша смерть века века вас будет проклинать больное позднее потомство больное лучевой болезнью это те кто выживет ненадолго выживет я вам показывал два дня назад когда были анонсы большого интервью между мужем скобеева я его еще тогда назвал скобеев этого пока попова вот для меня там самое главное из всех анонсов было что лукашенко в открытую признался что он был соучастником нападения на украину вместе с путиным что они за несколько дней до вторжения обсуждали где какие фланги надо луке закрыть вдруг европа захочет вмешаться и помочь украине и на этом в принципе для меня официальный путь в гагу он себе открыл но сегодня вышла полная версия там еще много чудес чудесных между перерывами где он расстраивал пропагандиста он его иногда хвалил я сейчас хочу показать вам где он рассказывает про курскую область и как он заканчивает листях пропаганда ну и вы посмотрите на его глаза в конце как вы восприняли вторжение украины в нашу курскую область как вы считаете каковы цели если план у зеленского я согласен с путиным когда он сказал что идет борьба на повышение ставок что они хотят если вдруг будут переговоры выиграть более сильную позицию так и запад говорит в украине об этом мечтают но встает другой вопрос в такой ситуации и подобных кто с ним будет вести переговоры поэтому идти на повышение ставок своего авторитета более выгодное положение за столом переговоров занять это это неправильно это не тот случай это классика но она не подходит в этой борьбе между огромной империей которая точно еще не начала по-настоящему боевать точно империя то мы конечно посмотрите в глазки этому скобееву он же депутат госдумы это и мы империя ура нас признал диктатор лу мы империя вот и дальше он начал рассуждать кроме того поднятия ставок для чего же это сделано друзья эта версия удивительная это то о чем я говорил в начале украина мечтает об ядерном ударе но только он великий лу и мозг великого пу этого избегает потому что понимает что это ловушка и заманивают туда в чем опасность жене опасность состоит в том что вот это подобная эскалация со стороны украины это попытка толкнуть россию на ассиметричные действия ну допустим применению ядерного оружия знаю точно что в украине были бы очень рады если бы россия применила или мы там тактическое ядерное оружие это было бы счастье вот тогда ну наверное у нас вряд ли союзников бы осталось вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось потому что они погружены в то что происходит а во-вторых а же ядерное оружие у нас же уже сформирован определенный образ негативный к этому ядерному оружию вот они хотят подтолкнуть разгадал он секретный план счастье и мечту жителей украины ну и второе кроме того что они потеряют друзей он совершенно не сомневается что вот тогда нато вмешается своей армии поэтому этого делать гражданин попов ни в коем случае не второе возможность положить россию украина этого не сделает а кто запад нато вот вторая осторожность мы должны это видеть мы это видим с президентом путиным что в этом может уже открыто включиться вот просто даже не не пряча это натовские войска вот прямо соединениями войдут сейчас они оружие туда поставляют наемнику под бывших военных уже чтобы они летали на ф-16 там и так далее это уже есть а вот операции спланировать и руками натовцев осуществить территорию украины а лучшее что чего они хотят со стороны этих мерзких поляков руководителей польши захватить беларусь эту линию почти до ленинграда вытянуть как когда-то был это их мечта и в данном случае конечно нам почти невозможно было бы такой ситуации защищаться это мобилизация и настоящая война должна была быть ну и закончил он конечно расстроив этого пропагандона сказал ты понимаешь в украине нет нацистов надо все это прекращать все нет в украине нацистов забудьте это вы все свои планы выполнили садитесь за стол переговоров он конечно расстроился попов знаете я вот я иногда ловлю на мысли что у пропаганды беларуси есть два вектора один шизофреники которые иногда не успевают даже за повесткой диктатора что нет нацистов уже они всех ядерный пепел и есть веселые но беларусы знает кого я им сейчас покажу пропагандисты военные вот они для нас своего населения почему-то рассказывать немножко другую вещь что украина нам не враг публика беларусь не является стороной конфликта между украиной и российской федерации поэтому я не вижу необходимости о том что с украины к нам будут заходить целенаправленно данные беспилотные летательные аппараты но в виде провокации скорее всего так и было либо совершенно случайно потеря ориентации этих беспилотников потому что наши радиоэлектронные средства защиты они работают и возможно ориентирую потеряли эти беспилотные летательные аппараты беларусы может быть я где-то потерял ниточку можно ли сказать что у вас существуют сейчас каких-то два вектора пропаганды один зетники назовем его озаренок и другой какой-то лайфстайл что да мы ни с кем воевать не собираемся и украина нам не враг или я еще немножко ошибаюсь потому что то что вы мне присылаете иногда можно запутаться что там происходит теперь друзья я вам хочу рассказать про великую операцию спецслужб путина у рт или как она там первый я вопрос к аналитикам да которые все это просчитывали они не просчитали одного что есть вероятность что украину использовали не западные спецслужбы а в том числе и российские вооруженные силы ее использовали что кстати вполне вероятно так как на других направлениях мы реализуем те задачи которые собственно и должны были реализовать я напомню что сначала вал первая волна информации о том что происходит это была информация о том что сейчас русские оттянут свои силы сюда для того чтобы ослабить давление на фронт но этого не произошло наши вооруженные силы сейчас переиграли в ссу ну как раз рано говорить потому что я такой ситуации в курской области ну как бы для сторонним наблюдателю вот если не понимаешь их она такого как бы впечатления не оставляет политической точки зрения вот я не я еще раз повторю я не говорю о ситуации на поле боя я говорю об информационном я поле в который попали сейчас в ссу потому что раньше это были люди вернее киевский режим был как бы невин новичкой который подвергся от чудовищной агрессии я цитирую да а сейчас на самом деле речь уже другом идет и этот этот это эта ситуация она по сути является для киевского режима роковой да да так что вот такой коварный план уже взорван второй мост через речку сеем вот возможно большая группа вооруженных сил путина путинисты давайте их так называть не успеет эвакуироваться и попадет в плен там говорят от 800 до 2000 может оказаться закольцовано с двух сторон российская пропаганда я сегодня у всех телеграм-канале писал я вам сейчас одно видео покажу они прям публикуют посты как они бесятся всем видео и суд же что люди общаются с нашими военными общаются хорошо наши им помогают и это их очень сильно бесит этот видеоряд потому что кричат что вы что они что мы всех расстреливают всех убивают какой караул а тут все нормально общаются они кричат не верьте это все артисты суджу привезли голливудский театр помните эти истории если можете подпишитесь поломайте алгоритмы ютуба или поставьте лайк это видео увидят люди вот а я с вами прощаюсь до завтра лозунг моего канала хороших людей больше видео из андреев федорович горбачев ничего сяка потужно прозвищ короче брат и все это босса есть пыта есть да вы все да спасибо вам ребят дай бог вам здоровья все боржи сэб все путин все слава украине давай братуха